МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Франчайзинг – это популярная во всем свете модель суместного бизнеса. Почас ее реализации уже вядомая на рынку компания с аж матгадовым опытом дает партнерам право легально выкористовывать свой бренд и технологии. При этом проводится навучание персоналу, а життя является контроль, оказываются разные виды поддержки. За прошлые годы количество франчайзинговых предприемств в Беларуси увеличилось у троих. Однако потенциал этого на керунку только начинает раскрываться. Франчайзинг позволяет избежать ошибок при старте бизнеса, при его запуске, а также пользоваться помощью и поддержкой успешной компании в процессе ведения бизнеса. Это как никогда актуально в период кризиса. И, в общем, показатели франчайзинговых сетей действительно подтверждают это, что даже в кризисный период эти предприятия остаются на плаву и показывают успешную работу. У Беларуси форум франчайзингу проводится уже у третий раз. У этом году местом его проведения стал Гомель. Это связано с высоким узроем деловой цикавости Даргийону с боку компании, которые пропонуют франшизы потенциальным партнерам. Аналогичные мероприемства пройдут так само в Минске и Гродне. Тем временем молодежный конкурс бизнес-проекта «Стартап-кооперация-2015» отбился в Беларусском гандлево-экономическом университете с поживецкой кооперацией. Он был проведен в рамках международной программы «Молодь у предпринимательства». В дело конкурса приняли студенты из Беларуси, России и Украины. Под обязанностью нашим наступным материалом. Молодежный конкурс бизнес-проекта «Стартап-кооперация» на Гомельщине ладится усягод-другий год, однако уже зараз користается великой популярностью. Все лета он объединял студентов с 18 вины в Беларуси, России и Украины. Головная мета конкурса – подрыхтовка активных и инициативных ребят до 8-го международного чемпионата «Молодь у предпринимательства», який отбудется в Гомеле в мае. «Стартап-кооперация» – уникальная махчимость представить досвеченным экспертам свои попередние коллективные и аутерские бизнес-проекты, якие закраняют самые разные сферы життя и деятельности. Это и IT-проекты, это и гостиницы для животных, это и проекты, связанные с образовательными услугами, с развитием вузов, это и производство рапсового масла, это и проекты, связанные с производством радиодатчиков различных, то есть абсолютно разные направленности проектов». Регламент выступления конкурсантов не больше за 5 хвилин. За этот час треба детальово выкласти головную идею, эту и отметную особливость своего бизнес-проекта. «Мой проект называется «Крытый скейт-парк». У нас в Гомеле даже открытого скейт-парка у нас нет. Это «Крытый скейт-парк», это позволит заниматься круглый год, независимо от погоды. Потом у нас будут самые основные элементы для усовершенствования своих навыков, то есть это халф-пайп, там всякие радиусы, перила». Отримавши необходные рекомендации, удельники молодежного конкурса бизнес-проекта «Стартап-кооперация» зараз начнут займаться их до працовок. Кабу мая на международном чемпионате молодь у предпринимательницей представить свои креативные идеи на самом высоком узровне. Вероника Ворошилина, Катерина Сапельникова, Игорь Марышенко, Тея радиокомпания «Гомель». У «Гомель» завершилась 10-я Олимпиада школьников союзной державы «Россия и Беларусь. Историчная и духовная супольность». Заплячима у дельника у написания сочинений и комплексная работа по русской мове и литературы, творчая конкурсы «Баль». На урочистой церемонии закрытия юбилейной Олимпиады побывала Юлия Борисовец. На проект международного масштаба «Россия и Беларусь. Историчная и духовная супольность» у «Гомель» приехали школьники союзных держав. Каля 200 новых именов заявилася на небосхиле филологии, культуры и истории. Даречи, за 10 годов проведения Олимпиады гомельские школьники продемонстровали добрые веды. Практично по выниках кожного спаборництва у скарбонцы гомельчан призовые месцы. Юбилейная Олимпиада принесла другие, третие месцы, а так само шматликие дипломы. Учителя русского языка и литературы находятся на правильном пути, прекрасно преподают в школах и учебных заведениях нашего родного города и области. И результаты они всегда нас радуют. С каждым годом популярность Олимпиады расте. Для переможцев из России это махчимость стать уладальником престижной президентской премии для поддержки талиновитой молоди. Белорусские переможцы мают право поступать у высшейшей научальной установы филологичного профиля паза конкурсам. За эти годы Олимпиада стала самым ярким, самым значимым, одним из самых уникальных проектов союзного государства. Потому что на Олимпиаде собираются лучшие молодые умы Белоруссии и России. Ребята, увлеченные историей, русским языком, литературой. А что может быть больше объединять народы Белоруссии и России как история, язык, литература, общая история и общая духовность. Таким чином командное золото отрымали меньшане. Лидерство и абсолютная перемога у Виктории Степанюк с Могилевской в области, якая, до речи, у першыню приняла удел у Олимпиаде такого масштабу. Я хочу сказать большое спасибо своему учителю, который дал мне такие знания, которые оценили даже на таком высоком конкурсе. Другим участникам я хочу пожелать удачи, не расстраиваться, если дипломов нет, потому что это очень интересное мероприятие в плане общения, в плане программы, в плане экскурсий. В любом случае, это замечательный урок. Урочистой церемонии закрытия 10-й юбилейной олимпиады у Гомеля отрымалась с оправдой масштабной. Наступная сустреча матра условия отбудется на российской земле. У дельников будет шакать Нижний Новгород. Юлия Борисовец, Дмитрий Радянко, телерадио «Компания Гомель». До инших тем. Жанчины-водители выехали на поединок, головным призом якого было звание «Аутоледи-2015». Республиканский конкурс прошел на базе Гомельской областной державной инспекции. Про то, и как развивались подеи, ведая Ганна Ковалева. В данное время женщины также наравне с мужчинами уже управляют транспортными средствами. Количество нарушений ПДД, я считаю, у них меньше, даже можно сказать, более аккуратно они вводят транспортные средства. На Республиканском узровне таки конкурс у нашей краины проводится у Першиню. Вся роджа областных центров наибольший опыт проведения таких мероприемств у Гомеля. Тому историю республиканского конкурса вы решили почать писать именно в это тут. Причем, текавость, да, с поборництва проявили не только белорусские автомобилистки. Так как у Гомеля дружественные, и у всей Беларуси дружественные отношения, в том числе с Российской Федерацией, Гомель очень дружит и ГАИ, и взаимодействие идет без этого никак нельзя с Брянской областью. Брянская область узнала, что мы проводим такой конкурс и предложили свое участие. Мы с удовольствием поддержали, нам это только приятно. Автомобильный руль в жановчих руках – это не граната, а в мастерстве в Ваджене, прыгожая полового человечества, не соступая мужчинам. Это с легкостью доказала конкурсантка от Гомельской области. Миновита яна завоевала перемогу и признана лепшей автомобилисткой Беларуси. За рулем я уже 7 лет. Без своего автомобиля я даже не представляю своей жизнью. Он меня всегда спасает в экстренных ситуациях, когда надо куда-то, откуда-то добраться. Скажу честно, после конкурса, после областного конкурса, я стала больше соблюдать правила, ездить там, где надо останавливаться, ездить в меньшей скорости. Разом с гоноровым титулом и видая регистратором, пероможцы отрымала обовязательство проработать удел в информационно-пропагандистских акциях ДАИ и быть прикладом для инших водителей. Ганна Ковалева, Сергей Климович, телерадио «Компания Гомель». Индийские слоны, французские доги и русский гумор. На манеже гомельского цирка отбылася долгодшеканная премьера программы «Магия отсюда». После 30-ти годового расстания с гомельским глядачом в город над Сожем прибыл национальный цирк Украины. Этих слонов видела публика Франции, Испании, Китая и других стран. В их условной трудовой книжке около 50 лет циркового стажа. Своими навыками они обязаны династии гертнеров из Германии. Братья Кристиан и Алекс – дрессировщики в пятом поколении. Под их руководством на манеже гомельского цирка четвероногие артисты представили несколько трюков, в том числе с опасными элементами. Конечно, не каждый слон может в цирке работать. Если увидим, что характер у него такой, что не хочет вообще ничего, не можем ничего делать. Самая старшая у нас 65 лет, и вторая 50. И они без мира видели уже, и вообще привыкли на это все. Результат многолетнего труда представил также Евгений Новоселов. На глазах у зрителей артист разрезал себя пополам, поджигал, исчезал и появлялся из ниоткуда. Амплуа иллюзиониста Евгений примерил 20 лет назад. Сегодня его признают лучшим на фестивалях международного уровня. Я начинал с микромагии, маленькие платочки, карты, шарики. Потихоньку перерастало в более крупный реквизит, в который я сажал маму и прокалывал ее там. Но не было у меня еще ассистенток. Приходилось маму мучить. Еще одну порцию адреналина зрителям принесла встреча с крокодилами и питонами. Остроты программе добавила единственный в мире номер со стаи охранных собак. Французские доги вышли на манеж под руководством Марины Новоселовой. Юмором же обеспечил один из лучших клоунских дуэтов мира. Заслуженные артисты России Сергей Колганов и Олег Белогорлов в образе внуков лейтенанта Шмидта обливали зрителей водой, пытались их поджечь и даже забросать гирями. Правда, в свои ловушки сами же и попадали. У нас уже нарисовался свой определенный контингент зрителей. То есть семейный зритель. И мы должны запросы удовлетворять и маленьких детей, и довольно молодых их родителей. Поэтому очень это большая и сложная программа, потому что понравиться и тем, и тем бывает тяжело. И все же с задачей артисты справились. Их финальный выход гомельская публика встретила стоя. Анна Ковалева, Ольга Вальченко, Сергей Климович, телерадио компания «Гомель». Я в спорте. У мини-футбольном чемпионате Беларуси в вышейшей Лизе отбылся матчи 8-го тура. Гомельский ВРЗ сгулял уничею с Лицельмашем 0-0. Не выявили переможцу Светогорский ЦКК и Неман с Берозовки 2-2. Агрокомбинат Паудневый на своем поле с буйным ликом заступил Борисову 900-1-7. Ясше больше выниковой выдалась гульня помеж БЧ и Микашевицким гранитом. Подробязности у Максима Савина. На передо дни 8-го тура гранит займал четвертый родок у турнирной таблицы. Но команды заездросная выниковость. 49 голов в 7 матчах. Правда, и пропуская я наш мат. БЧ за 7 туров только 16 раз поразила вороты соперника. Гости, которые привыкли до своей невеликой пляцовки, первые хвилины освоивались на просторах паркета Гомельского спорткомплекса «Лакоматыл». А вот господары за справу взялись практически одразу. Мэтт досягнул далекий удар Александра Горшинина. Прасхвилину, правда, уже с центра. Моцно пробил Артем Золотухин. Выник первой 10-ти хвилинки подвел Андрей Черниенко. 3-0. Чагунышники протягивали атаковать. Недренные моменты были у Вершинина и Кускова, однако забил гранит. Вызначился Виталь Танцкий. Прасхвилину Вячеслав Цверко одновил первого ГБЧУ 3-мячим. Немножко нас смутил гол, который мы пропустили со штрафного, ненужного штрафного, который отработал с Вершинином 3-1. Но благо, что забили мы все-таки четвертый гол. В другом тайме гранит сопротивлялся недолго. Гости смогли организовать некольки небеспечных моментов, а ли забить не удалось. А вот за ключные 10 хвилин матч у гульцы БЧ господарили на пляцовцы. У вороты гранита улетело пять мячов. Дубль оформили Андрей Черниенко и Микита Мажейко. Выниковые удары на рахунку Максима Коцура и Константина Кускова. Я очень рад, как и все остальные, я думаю, кто пришли сегодня на эту игру. Счет на табло 9-1. Семь туров мы шли, как-то никак. И вот прорвало нас. После восьми туров БЧ на восьмой позиции. У наступным туром чугунечники гуляют на выезде Супрать Борисова 900. Борисовчане у таблицы на родок высшей. Максим Савин, Дмитрий Радянко, телерадио-компания Гомель. Новины региона, информацию об проектах телерадио-компании Гомель вы можете снасти на нашем сайте у интернете. По адресе www.tvrgomel.by И на этом выпуск завершен. У студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жидаем вам несумного вечера. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова